Дорогие друзья, во-первых, я хочу попросить наших зрителей обозначить себя в пространстве своими аплодисментами. Тем более, это абсолютно оправданно, потому что в гости у нас уже появилась актриса театра и кино, ярчайшая представительница КВН, телеведущая, знающая о самом главном, в общем, деятели искусств, как она самая. Эх, Света, ох, Света, Света, Света Пермякова, теперь ты режиссер еще такого. Эх, Света, 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 ты краса, эх, заглянула к нам на полчаса, эх, Света Пермякова! Спасибо вам огромное, слушайте, так приятно, я даже не ожидала, что здесь, помимо того, что живой оркестр, еще и живая публика будет, помимо ваших живых ведущих. Живые ведущие, это редкость на радио. Света, оркестр только ради тебя собрали, да, мы сейчас их отпустим, они нам, в принципе, не нужны. Спасибо, ребята, спасибо, милая, спасибо, я знаю, пожалуйста, расплачусь ли, не знаю, видите, ради меня, все это огромное, вам спасибо! Света, значит, прежде чем ты начнешь расплачиваться с музыкантами, мы хотели выяснить такой вопрос. Смотри, распадимся. Значит, смотри, наверное, именно с тобой настала такая пора пересмотреть теорию о двух зайцах, за которыми бессмысленно гоняться. Есть ощущение, что ты поймал уже нескольких, потому что, по-моему, ты очень быстро перемещаешься в театр, телевидение, кино, КВН, семья, радио. Вообще, вообще, например, расскажи просто, где ты была в последние дни? Ну, просто так. Последние дни, я сейчас скажу, где мы были-то, уже, знаете, начинаешь забывать. Ну, а что, я все помню! Я знаю, что завтра я поеду в Санкт-Петербург, потом будет город Дзержинский. Накануне мы были в Чувашии, в Мордовии мы были. В Пензе. В Пензе мы были, да. Не так давно в Хабаровске. Буквально позавчера. Ну, это был уже, да, Хабаровск, Сахалинск, Южно-Сахалинск. Ну, да, вот. Нормально, в общем, география. Действительно, это какая-то география очень большая. В Калининград, из Южно-Сахалинска в Калининград заезд в Москву. Очень большое место, и это в основном все завязано на театр. На театре, да. На спектакле. А, на театре, да. Да, это все... Дело в том, что Светлана Пермякова, которую мы все прекрасно знаем как актрису, ну, кино, сериалы, замечательно, теперь, помимо того, что в театр вообще с головой шла, так еще и режиссером стала. Так получилось, что после интернов не так густо с предложениями в кино, к сожалению, да. Вроде бы все думают, что после такого нашумевшего, замечательного фильма... Успешного, громкого успеха, давай называть все своими... Громкого, оглушительного успеха, просто посыпятся горы предложений. К сожалению, этих предложений пока нет. Не знаю, что там выжидаются, потому что, видимо, наверное, все... Вот эти, как замуж не зовут, вот тот точно так же и здесь. Все думают, что куча поклонников, да, поэтому никто... А интерны закончились? Да. Уже давно? Давно? Давно, уже 4 года. 4 года как закончились, а я еще не досмотрел. Света, не разочаровывайся. Я сама еще не досмотрела. Он второй сезон еще смотрит, ладно. Я сама еще не досмотрела. Я только знаю, в общем, чем закончится. Мне так кажется, что все продолжается еще. Ладно, Света, рассказывай. Не посыпались. Не посыпались, а театр, да, театр активно, бодро и дружно начал так входить. Вернее, как бы он и до этого существовал, да. Ну да, ты же вообще начинала с театра. Конечно, да, да. Я театральная актриса. Потом как-то ты на это... Нет, я не то, что в фине. Ну, свистела, свистела. Так получилось, что в Москве я не ко двору пришла с театром. Я же показывалась, когда я приехала сюда в седьмом году, в шестом. Я активно показывалась во многие театры. Меня нигде не приняли. В лице Тара, в театр. Калягина меня не приняли в театр. Российской армии меня не позвали. В театре Маяковского мне сказали, знаете... И вот эти гады. Ну, в общем, вот как-то нет. Везде нет, нет, нет. Ну, думаю, ладно. Но хотя я поиграла и на сцене, и там, и там, и там. Везде нет, нет, нет. Везде я поиграла, но не в их труппе, понимаете. Вот и всё. Поэтому театр, да, всегда был. И только потом пришло телевидение в лице КВН, в лице телевизионных сериалов. Вот уже и небольших там фильмов. Вот, поэтому я театральная актриса. И для меня театр это не то, что там прервание чего-то, а потом снова вхождение. Это было всегда. А после интернов это просто очень активно заняло полностью мою позицию. Сколько лет продолжалась вот эта вот история с интернами? Ну, что это не много. Не отпускает как его. Я могу сказать, что в солдатах я прослужила 3,5 вот как-то подводной лодки, я помню это. Вот прям вот 3,5. Прапорщик, старший прапорщик. Старший, прапорщик, старший. Награжденный орденом мужества, между прочим. У меня там такая еще даже линия была. Вот, там 3,5 года я прослужила, а здесь 5. Потом призвали в интерны. А потом в интерны, да, на службу в интерны. И вот так получилось, что много, как бы большая часть жизни была там. Ушла на медицину и здравоохранение, и, соответственно, армию российскую. А потом плавно все это перешло в программу о самом главном. Знаете, я как бы со здоровьем-то я не расстаюсь никогда. Не расстаюсь, это хорошо. Ну поговорим сейчас, у нас там есть, нам нужно пару рецептов, кто же тебя спросит. Но сейчас все-таки поговорим о брачном сезоне пингвинов. Да, это замечательный спектакль. Расскажи, пожалуйста, когда же случаются брачные сезоны пингвинов? Как понять, что у них? Пингвины, так. Удивительные животные. Раз обретя свою пару, они, оказывается, не бросают ее. Они находят среди сотни тысяч. Они как лебеди. И как голуби. Кстати, голуби тоже находят свою пару и на всю жизнь. Вот, поэтому... А по ним не скажешь. Ну вот, оказывается. Потому что мы видим, что они везде какают. А на самом деле они любят друг друга. Просто они из семьи все, понимаешь, вот нечего тут. Они просто на всех сверху, а себя-то друг другу и друг другу. Так, все, отреклись. Поэтому, сколько сейчас уже скажу, уже третий сезон пойдет, как мы играем пингвинов. Мы с Максимом, с моим другом, да, и с отцом моей дочери, с папой Максимом, мы подумали-подумали. Максим предложил создать свое театральное агентство. Хватит, говорит, работать на других дядей. Давай на себя будем работать. Я говорю, давай. И будем создавать спектакли. Вот то, что мне хочется, это правда здорово. Брать те роли и те спектакли, которые мне близки и мне приятны. Брать те главные роли, которые мне близки. Да, те главные, которые мне приятны и важны для меня. Вот. А в чем будет? Так ты стала пингвином. Нет, я стала не пингвином. Ну, в общем-то, одним из пингвинов, да. Она бизнес-леди, да? Мы нашли прекрасно, да, там, Марина. Марина. Да, там четыре главных роли, поэтому... Игра не хочу. Игра не хочу, да. И мы нашли такую замечательную пьесу. Алексей Щеглов написал на тот момент потрясающую пьесу. И писал ее почему-то на меня, но на другую роль. Вот. А я, прочитав ее, я поняла, что нет, я вот эту вот роль, нет, это не моя, а вот эта вот другая Марина, она моя роль. И поскольку мы только-только создавались, и денег платить режиссерам было, конечно же, много. И зачем, когда я сама по профессии режиссер, я говорю, давай-ка, я буду режиссировать, все в дом, все в дом. И так, правда, знаете, как так получилось, что вот удачный первый такой проба пера оказалась не напрасным. Мы вот и катаем, и катаем специально. То есть пингвины теперь катаются по стороне, получается? Пингвины катаются, кстати, меня действительно очень радует, потому что есть же абсолютно такие столичные спектакли, которые прекрасные, замечательные. Мы о них много можем говорить в эфире, но люди как-то, она же слушает вся страна, да? И они, понимаете, вот сидят там, конечно, в Москве в театры ходят, вот то смотрят. А я вот как-то посмотрела, действительно, география сейчас у пингвинов настолько хорошая, вы же действительно мотаетесь по всей стране. То есть, по идее, спектакль настолько мобильный, что его можно развернуть, ну, пардон, в любом ДК. Да, мы так и планировали спектакль, вообще я планировала его сделать в одном действии. Когда люди едут с разных точек, например, города какого-нибудь, там, не знаю, Пензы, там, Оренбурга, да, им хочется успеть еще плюс ко всему дома отдохнуть, чай попить, там, телевизор посмотреть, детей спать уложить. И поэтому я говорю, давайте сделаем такой спектакль мобильный, который можно сделать в одном действии, ну, там, на час пятьдесят, на два. У нас так спектакль и получился. Но в любом театре или там в любом ДК, куда мы приезжаем, просят, давайте сантрактам. Буфет, конечно, ну, надо же отбить немножко. Там же газировка, там же бутерброд. Ну, люди тогда еще видишь, что они в театре были. Да, да, но это же с детства прекрасно, когда эклер какой-нибудь, бутерброд, где-то сто грамм продают. Да, конечно, с шоколадкой люди. Кстати, от местного гостеприимства, это же всегда в городах, не страдаете от местного гостеприимства? Нет, нет, нет. Что за стол не приглашают? Нет. Подарки не дают? Приятно, приятно, когда тебя замечательно принимают. У нас, например, в райдере у Марины Федонки, в общем-то, как бы у меня тоже написано, но почему-то там написано. Если вы будете принимать с приятностью, там, с букетом или еще что-то, вы знаете, вы получите хорошее отношение и от актрисы. И хорошее настроение на спектакле. Ну, это всегда приятно, когда мы выходим, уставшие после, например, недосыпа самолета или, например, да, Маритка вообще мотается из города в город. У нее-то вообще, да, у нее вообще как бы гастрольный график очень плотный. Хотя и у нас тоже плотный, но у нее-то вообще, по-моему, она дома не бывает. У нее очень плотный. И, конечно, мы приезжаем, когда тебя встречают с букетиком цветов, потом прекрасно там в гостиницу тебя довезут, положат спать, накормив при этом завтраком или там обедом. Вот всегда очень приятно. А вот интересно, в Перми как встречают Пермякова, когда она приезжает? А нет, пророка в своем отечестве, знаете, нет. В Пермь всегда приезжаешь очень... А проводницы, как же? Нет, нет, нет. Пермякова едет, нет? Ну, наоборот. Нет, не то, что наоборот. Нет, как бы, знаете, все замечательно, все хорошо. Это один из городов, как бы, нашей страны. Ну, просто он мой родной, потому что я там родилась. Вот это моя родина изначальная, да. Поэтому сейчас, в принципе, в Перми меня, ну, ничего не держит. Там есть только мои родственники, тети, двоюродные братья, сестры, да, в огромнейшее там родня. То есть ты непочетный житель города, да? Знаете, нет, как-то что-то непочетное. А на доме, где жила, там, школа... Нет, у нас в гостях непочетный житель. Непочетный житель. Непочетный житель города Перми, не совсем почетный. Хотя по фамилии, конечно, должна быть, да. Хотя вот можно в отместку даже фамилию сменить. Нет, вот фамилию я оставлю, фамилия замечательная. Можно было отомстить городу. Нет, 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 я город очень люблю, он замечательный, прекрасный. Но это один из городов, и у нас очень, знаете, как бы, театральная публика. Когда туда приезжаешь, это еще было в мою бытность, когда я была еще студенткой, там, школьницей, все, да, вот, поэтому мы так предвзяты всегда относились к приезжим актерам, мы смотрим, ну, у нас же у самих и театр драмы, и театр кукол, и тюз, и прекрасный театр оперы и балета, у нас много театров, ну, приехали, ну, приехали, ну, нет, наверное, не пойдем, господи, и я думаю, почему на наши спектакли, ну, как-то не приходят, а я же точно так же когда-то относилась, да не пойду я на этих приезжих, у нас же есть замечательный свой театр, вот такая ситуация. А надо так, знаешь, сзади заходить, а, пингвины приезжают, цикк, пойдем посмотрим. Ну, единственное, что, когда я приезжаю в Пермь, я прошу огромное количество пригласительных, вот тут у меня, да, потому что тетя, двоюродная сестра, ой, там много чего, да, много, я говорю, знаете так, давайте так, я вот, например, там, 15 пригласительных, а остальные, например, 15, давайте 15, там, 20, там, сколько, 50% я заплачу за них, ну, как-то со своих родных, бродинги, ну, это не совсем, И в зале 500 мест свои. Светлана Пермякова у нас в гостях, продолжим в лайв-чате. Ой, как ухи хорошо. Мурсилки лайв! Лайв-чат! Ой, дороги, да, у нас сегодня мы про дороги решили поговорить, про эту инициативу, да, взять и сделать платную полосу в городах, особенно в больших, представляешь, вот ты едешь, да, стоит пробка, а тут такие вот мажоры по платной полосе, понимаешь, проезжают. Ну, она, в принципе, уже платная, там, где, например, выделенная для автобусов, пожалуйста, 3 тысячи заплатил и платно проехал. Ну, это один раз. Понимаешь, ну, один раз. Производят один раз. Ну, ты можешь купить абонемент, заплатить, но это действительно хотят сделать в 80-м, ой, в 18-м году в следующем, это Росавтодор вышло с таким предложением. А по этой же полосе, по автобусной или по автобусной полосе? То есть, как бы, с точки зрения обычного водителя, еще одну полосу отбирать не буду. Не буду, да? Ну, там, да, там какая-то регистрация должна быть, учет этого твоего номера. Понятно, что там огромное количество подготовительных работ, но, тем не менее, ну, камеры сейчас действительно в Москве висят. Ты за рулем ездишь? Езжу. За рулем? Сама? Сама? Какая машина? Хонда. Хонда, понятно. А ты так удивляешься? Нет, нет, ну, окей, просто, ну, обычно, обычно говорят, не, я с водителем, там, не, когда я уставший всегда. Нет, нет, нет. Любитель, да, сама? Автолюбитель. Я люблю за рулем, ну, это, ну, если, например, я устаю, то Максим садится, например, за руль, я рядышком. Ну, часто стоишь в пробках, нет? Да, конечно, есть. Я недавно жила в Люберцах, понимаете? Поэтому для меня Рязанка, Рязанка, Волгоградка, это такие, оу, и в город час сорок обратно, там, час сорок, ну, иногда два часа. Ну, ты готов приобретать абонемент, там, ну, порядка десяти тысяч рублей, допустим? Я думаю, что люди, которые живут, вот, например, в этих отдаленных спальных районах, которые ездят каждое утро на работу и вынуждены, как бы, тратить. У которых есть по дороге выделенная полоса, потому что... Не везде, потому что есть-то полоса, не везде. Где-то идет сужение, где-то там... Где-то просто размер улицы не позволяет. Да, поэтому, конечно же, я думаю, что будут желающие приобрести такие талоны и ездить. Так, давайте парочку сообщений из лайфчата зачитаем. Добрый вечер. Сейчас, по сути, тоже есть платные полосы. Ну, вот, как раз попадешь под камеру, плачешь, не попадешь в льготный проезд. А так, в зависимости от стоимости было бы неплохо, только дороги шире не становятся. Куда они воткнут, это платные полосы. В Ростове и так дороги узкие. Значит, из Ростова будут. Дмитрий из Твери пишет, а у нас не работает такая система по одной простой причине. У нас дороги не рассчитывались даже на выделенные полосы для автобусов. Где взять дополнительные полосы для выделения их под платные движения? Максимум, где это сработает, на МКАД или дорогах со схожей пропускной способностью. Ну, да, ну да. Достаточно большое количество федеральных трасс, все-таки вылетных магистралей, и все-таки там есть выделенная полоса для общественного транспорта. Вот, опять-таки, Ростов спасет только одна платная полоса, метро называется, Алексей пишет. Так, плюс 7-915-459-2020, мы развернем эту тему побольше уже в следующем части. А сейчас у нас гости, Светлана Пермякова, да, и мы через пару минут буквально вернемся к разговору о творчестве. У нас сегодня на сладкое Светлана Пермякова. Светлана Пермякова. Да, тортик, пирожное. Слушай, ну, как это не банально прозвучит, но о самом главном нам не удастся сегодня поговорить. Ну и не важно. Мы встретились с Пермяковой, а о самом главном не успели поговорить. Поговорим о пустяках, да. Ну, а о самом главном мы так, кажется, в эфире. Да, я про докторскую колбасу слышала, все хорошо, просто здоровьтесь и порядок. Да, и так каждый в эфире, если люди знают, слушают, понимают, смотрят. А вот то, что не так давно, буквально в конце лета, случилось воссоединение Светки и Жанки, вот это, мне кажется, заслуживает особого внимания. Итак, легендарный дуэт Светка и Жанка из Пармы. Из прошлого. Из прошлого. 13 или 14 лет назад. Вообще. А люди помнят и любят. И тут случилась встреча выпускников КВН, и вы там что-то, да, за три дня, за три ночи... Извините, мы выиграли, вы стали чемпионами. Мы стали чемпионами. Так, аплодируем Светке и Жанке среди выпускников. Да, среди выпускников. Да и вообще можно сказать, что мы вообще не занимали первые места. Вообще мы не занимали, и у нас вот спустя 15 лет чайник наконец-то закипел. Крышку снесло. Надо просто сидеть и ждать 15 лет. Вот и нам дали этот кубок. Мы тогда сказали, спасибо огромное. Тогда, когда хотелось, мы ничего не получали. Ну там, второе или третье место. А сегодня, видите, победителем стали в Сочи. Слушай, ну как себя было ощущать в этой роли? Вообще, вот твоей Светке как образу есть сколько лет? Ну, пардон, что я в эту сторону... Сейчас вам скажу. Светка появилась, в общем-то, как бы и Жанка появилась... В 2000-е. Ну, в 2000-м. Героиня, я не имею в виду, сколько... В 2000-е. В 17 лет. Ну, то есть ей, да. В 17 лет в Светке Жанке. Ты из нее не выросла? Ой, давно выросла. Давно-давно. Ну вот как было в августе? Я сейчас объясню. Знаете, это вообще как бы очень интересно, потому что, когда наш Емур сказал, что, знаете, Александр Васильевич собирает выпускников, и у нас предстоит игра в Сочи. Ну ладно, что ерундой заниматься, когда-как. Ну вообще как бы интересно. Сочи клево. Но где-то епнуло, епнуло, да? Костюмов уже давно нет. Вообще уже ничего нет. Помады выкинуло зеленую. Да, ну что, это, в принципе, не такая уж большая ерунда. Вот. Жанна категорически нет. Чупа-чуп скончился. Она категорически говорит, я не пойду, потому что она уже ушла по ту сторону, как бы, камеры. Она режиссер. Она режиссер. Она, да, она серьезный человек. И она говорит, я нет, 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 нет. Но чё бы нет, как бы вот это вот все-таки, как бы, заноза, которая сидит. Нет, нет, да и да. Да, нет, нет. Нет, нашей, конечно, вот тройки Компермяков, к сожалению, никто не смог быть. У нас были другие. Почему мы сделали эту смешанную команду, как бы, Пермского края? Там была и Добрянка, там была и Парма, значит, да, и друзья там присутствовали. Все команды, как бы, пришли. Вот. Ну, естественно, команда без вот Светки и Жанки, она не запоминается. Это мы и реально все знали и понимали. Поэтому я сказала, да, ребята, я согласна. Да, и у меня как раз свободное время в это время было. Я могу приехать. К сожалению, только вот на генеральную репетицию и на выступление. Все, вот так вот получилось. И все практически так приехали. Здесь мы работали и репетировали на нашей прежней базе в Филях. Все очень быстренько, я сейчас скажу. Я заказала свои снохе костюмы. Я говорю, Светочка, посмотри, вот по интернету, вот у нас такие костюмы были, пожалуйста. Можешь сшить? Она говорит, да, я сошью все. Я ребятам пишу в общем чате. Я говорю, костюмы будут, Светки и Жанки, все будут. Они такие, ура, ура, ура. Все, Жанна влезала в этот образ. Мы в Сочи приехали и сшили, как бы Света нам сшила костюмы. Она сделала флисовую, теплущую мне вот толстовку. У Жанки была бархатная, красная вот эта тоже толстовка. Жара стоит страшная в Сочи, все в поту. Она говорит, Света, больше ни в чем нельзя было сделать. Мы в шапках еще, боже мой. Ну, как обычно, в принципе, как обычно. Вот. И Жанка сутки, она говорит, я не могу, это все не мое. Красное, с полосками, я не ношу. Но потом я начала говорить, ну, это красиво, Жан, здесь все хорошо. И она как-то поверила, говорит, вот, и снова Жанка наделась, как бы, да, и Светка наделась. И когда мы вышли, у Стриженовых у них был шок. Это, знаете, когда вот выходишь на сцену, так вроде, а-а-а, прикрепляю. И я смотрю, там Катя сидит, и они так вот друг на друга и на нас смотрят, друг на друга и на нас. Типа, как говорят, а где вот это вот, как, как произошло вот. Потому что мы других смотрим, как они изменились, а вы как, как получилось. Как замаркнулись. Мы потом, конечно, смеялись по поводу этого, но все. И потом, когда я уже, как бы, мы, Жанка сняла, забыла. А мы еще съездили в Перм на игру. И я еще раз надела эту Светку, и сижу, и понимаю, что я не хочу возвращаться обратно на 15 лет назад. Это уже прошло, когда было. Я понимаю, что мне нужно сейчас ее снять, и все, потому что мне сейчас хорошо, вот сейчас. Сейчас хорошо. Светлана Пермякова, огромное спасибо. Спасибо, спасибо, супер. Пришла встречать в своей городах понелетную погоду или брачные сезоны пингвинов. С удовольствием приедем. И другие спектакли режиссеры Пермяковой. Спасибо, Света, спасибо вам. До встречи, пока.